итак всем привет сегодня значит хочу рассказать о экшн камере sony hdr а из 50 до короткая из 50 еще здесь есть еще а из 300 и x3000 для sony x3000 да там 4k а из 300 там почти такие же параметры какие у sony x3000 кроме 4k да нету 4k ну и в 3000 до наворочена 4k там есть ну здесь же по по поводу технических да там параметров я ну не знаю да я слышал конечно но сейчас я просто нет достоверной информации да и говорить вам сейчас что-то лгать до собираюсь что хочется давайте простыми словами да вот по поводу этой камеры значит купила значит эту камеру да она как мне показалось новая да новая мне кажется вообще никто и особо там в руки ты не брал хотя она была на витрине и также вот бог да aqua box подводная до подводная коробка можно так сказать и этот подводный чехол да и она тоже да она и сейчас новая принципе но уже не тянет на новую потому что я пользовался уже сюда я хоть сюда у меня здесь была пластина такая железная да приклеил ее на двойной скотч значит на двухсторонний ну и этот потом отодрал здесь одна царапина появилась так что немного уже подуставшая но все так же новая да ну опять же во владение это как же камера буквально пару дней назад да я купил я и этот ну вот что хочет сказать да сразу прямо сходу хочется сказать вам давайте так поставим давайте с коробки начнем потом уже до моих наблюдениях вернемся такая вот коробка кстати коробка такое ощущение куда она там не знаю пролежала года два наверно может даже больше камера как новая да ну по моим ощущениям она просто как новая а вот коробка такое ощущение куда-то там я не знаю годами лежала немного за грязная даже что значит с коробки там тут всякие эти ну чек естественно да чек который мне еще нужны у меня было 65 тысяч да еще надо доплатить еще нужно доплатить брал я в рассрочку да ну так получилось на эмоциях взял купил пока не жалею ребята пока не жалею хотя есть о чем сейчас рассказать так что здесь у нас здесь ничего нету да вот вот этой коробки была сама экшен камера давайте посмотрим я вообще один раз только открывал какие-то там что такое типа гарантийный гарантия да или чё и обслуживание и все принципе есть ну не знаю надеем бы узнать если там случае поломки починят не починят вообще продавец сказал типа год гарантии уже не знаю как бы это все так не с той стороны скорее всего открывать надо сейчас подождите нет по моему почему так ладно давайте отсюда здесь как-то все мудренно как-то замудренно до сделали надо какие-то замки тут бумажек да ну здесь вот какие-то бумажки тут лежат сейчас подождите можно может быть здесь и есть технические характеристики и со сном так такое чуть непонятное что-то надо разбираться конкретно просто сидеть в принципе все описано да на английском здесь это чё ну ладно короче вся вот эта макулатура да какие-то иероглифы тут не знаю какой язык это чё ну ладно я думал уже пожелтела от времени да но там эта бумага стал принюхиваться но какие-то они вот это белые вот это немного по моему сам такой этот сама такая бумага цветом ну ладно все короче давайте ладно запакуем да больше ничего нету больше ничего нету купил я значит цена его за 90 короче 100000 до 100 тысяч округлим там это реально где-то 100 тысяч тенге дорого ли я не знаю мне кажется нормально для этой камеры если это она прослужит года то это нормально вполне если же это какая-то шляпа там я не знаю будет с этой с этой камера да что-то не так будет то конечно это все не стоит того в общем посмотрим с коробка разобрались да я даже не пожалел что что начал распаковывать и чтобы вам показать не знаю больше не притронусь к ней к этой коробке зачем она нужна вообще и так убираем в сторону камеры мне нравится экшн камера да она маленькая такая но немного увесистая как вот скажем какой телефон а 50 до который сверху сейчас меня снимает самсунг а 50 где-то он так весь чуть-чуть может даже примерно плюс-минус да но не минус конечно ну плюс да какие-то там эти граммы и так в аквабокс да в основном в общем я не буду на ней на ней снимать да вот такие какие там обзоры да у меня сейчас две видеокамеры с телефона пишут а-52 и а-50 принципе ее нужды нету включать постоянно да это я сомневаюсь еще сомневаюсь в ней сколько она еще прослужит если каждый день включать 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 я не то что жалею да но необходимости нет у меня два телефона у меня даже три телефона представьте собой три телефона таска один принципе а третий дал маленький такой в основе на нем ничего не записывать видео там никаких это наверное прям уже если все сядут батарейки на всех телефона да мне нужно что-то что-то снять то наверное скорее всего его да и упадет он вход а так он чисто фонарик там ну и когда все я вижу батарейки уже там процентов данных на телефонах мало потому что с этой уже в youtube не зайдешь не посмотришь ничего это просто экшн камера до предназначить только для одного снимать видео и все и вот почему да вы можете некоторые спросить почему я столько много мобильных с телефонов да ну потому что изначально я не хотел тратить на экшн камеру да эти все деньги лучше потратить на мобильный телефон потому что там можно там есть видеокамера там связь да там позвонить там отсюда не позвонишь посмотреть там видео всякие с мобильного телефона отсюда это все не сделаешь хотя это та же цена что и смартфона то есть выгодно выгодно то есть ну сами тоже вы понимаете да я сказал насчет этого перечислил что да как что так на чем я остановился ну а третье да мне в основном там фонарик там ну и если телефоны разрядятся да там несколько будет процент будет до маленькой оставаться то я смотрю уже на самсунг а 3 да там контент и так далее можно даже и сим куда перекинуть две можно ну скорее всего там одна симка что даже порос открывал до лоток где там micro sd да и и сим когда вставляется даже не посмотрел не заметил ладно возвращаемся камеры значит что хочется сразу отметить это здесь нету макро съемки вот почему блогеры об этом не говорят почему то есть мне это непонятно это не совсем правильно да они умалчивают я не знаю только на одном я увидел там на одном видео да у одного человека блогер не блогер я не знаю и он ходил там тестил да то снимал ходил цветы близко до начал снимать но не фокусировалась но перед этим я вам скажу когда я купил тоже начал все вроде бы далека он вроде охватывает да там фокус немного но есть резкость да вот это не размыт ну и то там ну не так размыто было да но первое включение наверно она так и будет скорее всего потом а на второй день я начал да тоже тестить начал приближать они приближаются я думал только у меня проблема хотел уже сдавать ее но это он хотел да вот начал примеру вот у меня выйдет или вышел уже до видео да где тренируюсь полностью свою программу полностью свою до тренировку выкладываю одна из тренировок да у меня в общем в основном я такие упражнения делают там бывает меня и так далее все несколько упражнений все то есть в основе так тренируюсь я записал на нее полностью тренировку и ну домашних условиях и ну ничего вроде записалось но опять же когда я вот так близко начал наводить на себя я смотрю при монтаже уже что лицо не фокусируется только задний план фокусируется так что имейте ввиду здесь макро съемки нету макро модуля нет такого здесь только вот получается как бывает блогеры жжда некоторые новому специального то вытягиваю до руку чтобы и фокус ваше лицо было в фокусе да если вот так приближите то есть это не мобильный телефон опять же не смартфон даже чтобы видеокамеру взять и у них есть до автофокус здесь автофокуса нету и не знаю по моему даже не ранее настраиваться даже если вы спросите если здесь просто фокус он здесь даже не настраиваться никак не знаю это могли бы здесь какой-нибудь для автофокуса бываешь такие вот всякие да вот возле линзы стоят же можно вот так покрутить и у тебя будет фокус то приближение то поняли да автофокус давайте не будем этот лишний слов давайте про камеру то есть только проект про эту экшн камеру что еще это первое да вот первый нюанс вы должны тоже знать перепад перед покупкой второй нюанс ну нюанс не знаю тоже на заметку здесь есть я к примеру вот один раз батарейку сюда положил да и все я заряжаю вот получается отсюда разумеется вот здесь micro usb ну-ка мульти написано через в общем это micro usb тоже нужно тоже почему-то блогеры не говорят нельзя по крайней мере не слышал и этот тоже это полезная информация потому что бывает у кого-то micro usb где-то там завалялся да там капель будет не лично он и так кабель поставляется вместе с с экшн камерой да и вот такая вот давайте ладно пройдемся здесь здесь значит sd карту да у меня есть sd карта в принципе не знаю относительно не относительно простая до kingston 32 гигабайт такая же у меня 32-шка стоит на одном из телефоне тоже флешка да и не знаю она мне что-то нормально все там и музыка да и мы имеете в телефоне которая флешка ну как-то я пока у меня нареканий нету пока для меня это хорошая флешка и что еще мне понравилось ну не знаю плюс не плюс потому что здесь он особо то и я вот эту вот купил да такую может быть относительно опять же повторюсь дешевая не дешевая да вот это micro sd карта памяти и она здесь вот работает да то есть я все снимаю и она как бы проще говоря да хавает эту миг ну то есть значит карту памяти потому что я тоже слышал от некоторых блогеров да там gopro или где-то в каких-то action camera там нужно специальную покупать там дорогущую да там карта памяти там чуть ли там еще поколением да они делятся и так далее то есть здесь как мне кажется то есть на мой личный взгляд да это тоже на плюс потому что любую карту карту память сюда она подойдет до любая карта памяти принципе но я говорю опять же не точно но kingston здесь подойдет да она принципе как мне показалось относительно дешевая карта память вот принципе они поговорили да об этой экшн камеры не знаю давайте уже в сторону наверно примеры будут видео конечно я буду вставлять там стабилизация насчет своих вот наблюдений стабилизации не знаю она вроде есть но когда я начал отключать и также снимает это чисто мои наблюдения но даже есть принципе мне даже стабилизации не нужно да особо ну как его не на вот видео снимаю да сколько видео снял мне стабилизация не особо то и не понадобилось да что на телефоне что и здесь кому-то она может нужно я не знаю кому нужно напишите поделитесь зачем вам нужна стабилизация да мне кажется даже когда я бегу да там чтобы снять себя да бег как чтобы реалистично было когда-то вот именно движешься с камеры с экшн камера либо со смартфоном важно вот такие вот дела вот такая вот еще вот подставка шла да к этой у комплектации да с экшн камера еще я знаю бывает комплектация с часами да наручными там мы не совсем часы это тоже там как бы дистанционная да такая картинка у тебя на этих часов да значит появляется можно смотреть что как там как камера расположена и так далее но мне такого в комплекте нету и вроде бы здесь нету картинки есть чтобы она была так ну ладно вот вот такая вот площадка до крепления такое для экшн камеры молодцы что вот продумали да то есть вот вот эту вот ручку да можно вот так взять и закрутить да там и не знаю тот же самый вот это к примеру понятно да там у них и здесь есть да вот разъем да для значит этого для вот этой вода для вот этого крепления ну и на самом аквабоксе ну как бы как давайте вот это закрутим просто я покажу для примера все ты закрутил вот закручиваю да это это лучше чем вот так и и крутить саму да вот эту вот площадку для телефона да это еще здесь не позволяет но и вообще говорю бывает такие тоже площадки только без вот это и нужно закручивать его а здесь продумано уже ведь ему вот снизу подкрутил подкрутил все вот все и убрал и не видно особо и будет она как вровень да можно так поставить все а если бы они вот это не продумали то как она будет стоять то ли что же вот так что молодцы продумали но и не знаю зачем она вообще нужна тут бывает бывает на голову давать все крепления тоже видел на youtube подойдет она за не подойдет может даже и подойдет что-то странно да они так отдельно его отдельно они на него да в комплект да вот поставляет ну тоже чутка для меня странно ладно что касается давайте сразу перейду к таким вот этим держал где жалком до телефона значит это вот вообще опасная вещь это опасная вещь ребята не советую покупать вообще вот вот этот видите язычок вот он так должен держаться да то есть вы тянете его и сюда значит ложите телефон да потом вот так разумеется да под пружинное давление вот этот зажимает и ну все он держится да вот эти вот точки да вот такие про резину вообще вся вот эта резина да вот якобы она будет у вас держать телефон на то есть он видите они выпирают вот эти вот точки вот эти но он может у вас лететь это будет это может произойти просто вот легко может сам по себе соскользнуть то есть вообще неудачная да сейчас это принести не принести сотку так давайте сейчас я принесу для примера так извиняюсь кстати с праздниками до всех с паской да я не знаю прошла она не прошла вроде идет и не знаю с паской вас ребята потом с рама с рамаданом да с месяцем рамадана пост у кого были день рождения у кого есть сейчас день рождения когда проходит у кого в будущем будет проходить поздравляю вас заранее сразу муков с прошедшим на день рождения муков если часто с день рождения пожалуйста вот поздравляю вас итак давайте перейдем значит самому телефону ну а да на примере а3 он где-то вот так да дело кстати бывает ну так видите вылетает то есть он туда вылетает и получается держится уже на вот этом не вот этого его жмёт да а вот этот металл тот алюминий да ну алюминий скорее всего у меня здесь к счастью на 3d samsung рама тут железная кстати ты их фишка данная изначально было сейчас тоже китайцы делают некоторые рамы да начали делать не пластиковые а вот железные железные да по-любому это лучше чем пластики удары конечно она может принимать такие очень знатные в отличие от пластика ну ладно здесь у меня слава богу железо да и железо железо в железо но еще более терпимо но у меня а50 да там там рама значит пластиковая и там все вот тоже но вот так она соскальзывает да вот эти точки говорю же которые выпирают особо ты не держу да ну и умра начали на и железо и пластика железо разумеется там и вся краска вот это просто покореживая да и этом очень печально тоже выглядит само основание сама рамка до пластиковая в том числе и благодаря вот этой вот железо киды там и тогда вот рамка пластиковая не очень на 50 до нам такая хрупкая да да еще и вот с таким держательным вообще конечно здесь вот там вообще огромная до потеря краски идет некрасиво в общем что ладно если вы приобрели вдруг ну по каким-то причинам у вас оказалось такое да кто не приобретал не приобретать это дичь полная даже вот видите если вы не дай бог да как того кто-то заденет до этот телефон может вылить то есть ведь он из гуляет просто не дай бог кто-то вот за день и да и все то есть а если учитывая да что там будет она на высоте стоит да ну якобы вы там что-то снимаете да вдруг и кто-то вот вдруг заденет может что случится да я не знаю все то есть мобильный телефон не спасти к сожалению с таким держателем да ну или кто-то опять пройдет до вас вот так да я нажал тут скриншот пошел и вот кто-то там не знаю задение дома вылетит и все там пример тут пружина же он просто еще больше да даст толчка к телефону и в итоге там и не знаю уже будет гораздо печальнее нежели чтобы этой резины пружины не было да здесь так насчет вот этой да значит такая да какая-то не поймешь ну такой вот держатель вот взяли да смотрите лучше всего взять ее и вот так сделать вот перевернуть и да вот так поставить что это нам даст нам даст все упор да но опять же этот язычок будет смотрите он будет перекрывать да у вас этот язычок будет перекрывать у вас обзор да то есть фильмы смотреть там или чё будет перекрывать иметь этого виду но но это лучше чем опять же это если вам по-другому как и завода дошел то есть ну вот так если был так изначально это разумеется гораздо лучше хоть какой-то упор будет и хоть кайта надежность будет но опять же кто-то может а там и нужно с мобильный телефон именно туда вот вот это немного чтобы она выходила вот вот так то есть наискосок будет у вас ведь то что она так будет тем самым операция тем самым будет операция и больше шансов что она вот так не съедет у вас ведь то что наискосок да здесь у здесь упор телефону значит упирается в этот язычок и разумеется он идет под углом да и что упирает сам телефон в этот под углом да то есть сам в угол этой господи этого крепления ой столько наговорил уже блин ладно так чё еще чё 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 с этим держателем разобрались да не знаю мне до сих пор его страшно где-то применять бывает не хватает держателей да там они все заняты и я просто сто раз до думаю перед чем перед тем чтобы его накрутить на штатив то есть очень-очень такая вот ненадежная конструкция и так чего касается вот этого да вот этот уже держатель понадежней это уже держатель понадежнее да и вот вы видите даже я делаю до его шатаю он все равно держится почему здесь уже видите крепление такие идут с буквой с до типа символ такой ну и крепление да вот эти вот что и собственно его держит но опять же да если его силы взять то есть силы он разумеется выбрать смартфон ваш но это уже надежнее по-любому надежнее чем вот этот то есть просто наголо максимально надежнее чем вот это вот это крепление опять же здесь тоже есть нюанс они еще делятся то есть вроде бы да вот этот вот это крепление у меня еще было другое крепление они вроде бы одинаковые но там вот получается эти бортики вот здесь они шире да то есть а там были уже уже здесь вот этого вот эта вкладка да здесь она тонкая и помещается принципе любой телефон под любой толщины да вот такой вот толщины именно ведь а там было вот бортик прямо вот здесь был то есть там еле-еле помещался то есть нужно тоже учитывать это но вот этот телефон бы может еще и держался бы там ада здесь ведь есть мне место еще сколько спаси такой же бортик вот там два таких бортика считать его здесь то есть но уже на другие телефоны чуть потолще да уже там все вылетит а вот это вот у него бортики такие видите тонкие так что этот вот любой телефон принципе любой толщины можно его применять что касается еще вот этого держателя этот держатель значит надежный ли он чем вот этот затрудняюсь ответить почему да скажу почему здесь да вдруг не дай бог да там пружина где-то внутри там поломается в итоге это все вылетая да ваш мот вам падает это да насчет этого надежнее надежнее здесь уже как бы пружины такого нету вы сами да как слава богу что здесь пружины нету потому что была такая история как и с этим да не дай бог если он поломается все это вылетает пружина там ада которая вот это все держит да вот это все вылетает и все печальные последствия там и в итоге что здесь здесь пружин нету здесь видите вот с помощью вот этого винтика вы значит регулируете давайте на примере этого сделаем все вот вы закрутили да все он держится можно даже еще сильнее закрутить и он держится но нюанс здесь тоже есть да он надежнее чем вот этот будет по вот этому как я вам сказал да параметру пружина здесь нету но когда он будет если не дай бог да вот опять же как-то будет расшатываться да он так то он потихоньку начинает выкручиваться вот бывало у меня такое что он потихоньку начинает выкручиваться сам вот этот винтик да под давлением начинает то что там трясете не дай бог на велосипеде может естественно тоже смотреть да на велосипеде кто-то ездит там вот так все трясется и и потихоньку потихоньку этот винтик да он ослабевает то есть он начинает прокручиваться да под подразумевает под тряской вот этой да все то есть это тоже учитываете это тоже можно проверять да если боль на велосипеде ездить тебя нужно этот посмотреть то есть лишний раз посмотрите нормально надежно ли он закрученный или нет откручивается вообще или чё вот такие вот дела ребята не знаю сколько я наговорил да сколько времени да ну так все в общем объеме почему такое почему я там с тему на тему прыгаю потому что хочу чтобы ролик был информативнее да не просто дам правда про отдельную какую-то рассказывать да понятно с этой экшн камеру можно я могу принципе рассказывать рассказывать о ней да вот тут где-то 10-15 минут как обычно доделают блогеры мог бы принципе залить такое видео только эту эту экшн камеру я хочу чтобы была информативность да какая там была полезность что ли видео рассказывай про вот эти тоже вот всякие держалки да и так далее вот и все принципе по этой камере да я вам сказал нюансы посмотрим как она будет служить что касается еще вот есть да тут по одной кнопке можно видите написать да запис использовать до видео то есть нажал и все она будет снимать у вас не надо включать можно и включить да вот здесь есть короче параметр так можно запрограммировать ее на быстрее включение то есть вы включаете вы даже не включаете вы просто вот нажали она сразу запись идет нет включается но сразу запись идет вот эта кнопка чтобы включить потом только нажать запись там можно отключить вот эту кнопку как принудительная виде кнопка видеозаписи но тоже нюанс не всегда она так работает вы можете нажать она может не записывать то есть она просто может быть просто вот включиться да то есть как как вот эта кнопка это включает и все да то можно меню смотреть можно даже записывать опять же на эту кнопку нажимаете когда вот после это когда включили а вот это когда запрограммирована не сразу срабатывает она не сразу срабатывает почему блогеры тоже об этом не говорят не знаю это тоже важно знать тоже важно знать да не дай бог нажали да и она не записывает вы можете лучше посмотрите вот здесь есть такое вот видите значит это такое да оскульная да что ли вот такой вот приборчик да для всякого меню и так далее то есть он вообще бесцветный до ночью не светится кто-то говорил из блогеров да что это минус не светится пока не знаю не задумывался об этом но факту что насчет этой кнопки до принудительной по видеозаписи она не всегда срабатывала как она бывает иногда работает как вот эта кнопка то есть ты включил ты хочешь записать да она просто включается то есть ты должен два раза еще на еще один раз нажать вот такая вот вещь ребята вот такая вот вещь все в принципе по этой ведь по этой action камеры ну не знаю прикольная такая мне нравится как она держится в руке да и вот эту про линзу как очистить линзу значит у меня тоже выйдет видео на одним 2 2 канала тащи жене спортивной жг стей ну вот здесь линза самое я так понимаю это стекло да а вот это уже пластмассовое что-то можно принципе вот так даже вытереть все нормально будет но стекло там уже потяжелее там уже такая фигня не пройдет там все равно будут разводы но опять же я выпущу видео как это можно быстро и дешево да и все это исправить очистить линзу почему такая вот тема нашего этого видео выпуска а